Праздник вместо процедур. В областной детской клинической больнице после ремонта сегодня открылось кардио-ревматологическое отделение. Подробнее Валерия Чуб. Кажется, мы попали в волшебную страну! По дороге из желтых кирпичей Элли, Татошка и Дровосек идут не в сказочный изумрудный город, а в областную детскую клиническую больницу. Ведь самое заветное желание жестяного героя – настоящее сердце. Раз, два, три. Шоу в медучреждении устроили в честь открытия после ремонта кардио-ревматологического отделения. И впрямь, как в сказке, реконструкцию провели всего за четыре месяца. На стенах свежая краска, в палатах и кабинетах новая мебель. С 90-х годов, то есть уже 20 с лишним лет, корпус существует. Поэтому здесь необходима была реконструкция, мы ее сделали. На сегодня отделение очень хорошо выглядит. Тут есть вентиляция, что очень приятно. И дети наши находятся в хороших условиях. Восьмиклассница Аня наблюдается здесь не первый год. На очередное обследование приехала вчера. Чтобы не отставать от школьной программы, тут же делает уроки. Рассказывает, после ремонта стало намного комфортнее. Сделали лампочки над кроватями, что это очень удобно. Чтобы делать уроки, если на кровати сидишь, или читать книгу. Ежегодно в отделение поступает больше тысячи таких маленьких пациентов со всей Свердловской области. Здесь лечат детей с пороками сердца после операций, также с ревматическими заболеваниями. Благодаря реконструкции потоки круглосуточного и дневного стационаров удалось разделить, а количество коек увеличить. Мы подвели итоги 2019 года и мы увидели достаточно серьезное снижение смертности наших детей в Свердловской области. И в первую очередь оно произошло за счет уменьшения смертности ребятишек, которые болели. И вот введение в строй вот этого отделения позволит нам еще увереннее смотреть в глаза наших детей. Отремонтировали в отделении зал лечебной физкультуры. Его оснастили новыми тренажерами. А в дневном стационаре появился отдельный кабинет, где дети с болезнями суставов получат терапию в виде генно-инженерных биологических препаратов. Это одни из наиболее современных методов лечения винильного ревматоидного артрита. Они позволяют достичь стадии неактивного заболевания путем подавления воспалительной реакции. Медики уверены, теперь процесс лечения станет для пациентов комфортней, а значит и эффективней. Валерия Чуб, Сергей Лысак. События ОТВ.